На календаре пятница 5 июля в студии Елена Нелаева. Здравствуйте! Сегодня служба благоустройства приступила к вскрытию асфальтобетонного покрытия площади Советов для определения конструктивных слоев основания. Трактор работал на площади с самого утра, огромным буром вскрывая покрытие. В результате образовались 8 симметрично расположенных лунок. В целях подготовки к разработке проектно-светной документации для определения объемов демонтажных работ сегодня служба благоустройства приступила к вскрытию асфальтобетонного покрытия на площади Совета для определения конструктивных слоев основания. Проще говоря, такие работы нужны, чтобы подстраховаться перед большой реконструкцией площади и составление сметы на ее обустройство. В разных участках площади разный слой асфальта и бетона, а значит и расходы по демонтажу покрытия будут разными. На следующий год мы планируем произвести реконструкцию площади Советов в рамках комфортной городской среды. Мы провели уже три совещания, собирались общественники, спрашивали мнение жителей, что они хотят увидеть на данной площади и советов. У нас появился эскиз, Андрей Слиба нам сделал. Сейчас также мы обратимся повторно к жителям, в томе рисовать красиво, может накидать свои идеи, предоставить эскизы и возможно комиссия примет во внимание их работы. Центральная площадь как лицо города, подчеркнул Игорь Рогатых. Здесь проводятся самые массовые мероприятия с участием горожан, поэтому как будет выглядеть наша городская площадь во многом зависит от мнения жителей. Высказать свои пожелания можно на сайте городской администрации. В понедельник, 8 июля, в День Семьи, Любви и Верности, в Котласе на территории Двинопарка пройдет замечательный семейный праздник «Ромашковое счастье». С каждым годом День Семьи, Любви и Верности в нашей стране становится все более популярным, а символ праздника ромашки все более узнаваемым. Ведь ромашка – самый жизнерадостный полевой цветок, символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. Окунуться в атмосферу гармонии и счастья вы сможете на семейном празднике «Ромашковое счастье». Он пройдет на территории Двинопарка в понедельник, 8 июля. В рамках праздника Дня Семьи, Любви и Верности мы предлагаем поучаствовать жителям и гостям города в акции «Аллея любви», где можно будет сделать фото и моментальная печать запечатлит этот момент, и можно будет фото оставить на память, признаться в любви или даже сделать предложение, или соединить союз двух сердец. Так как этот день будет рабочий, мероприятия в Двинопарке начнутся в 6 часов вечера с семейного хоровода. После Катлашан ждет официальная часть, ну а затем свою работу начнут различные площадки и мастер-классы. Также все желающие смогут погадать на ромашках, запустить воздушного змея и поучаствовать в семейной квест-игре «Ромашковое сердце». В рамках праздника также пройдет площадка «Семейный пикник», где мы молодым семьям и парам предлагаем почувствовать уют, так скажем, и провести время на берегу Северной Двины. Прекрасные подушечки, пледики создадут атмосферу и уют. Также можно будет принести с собой пирожки или чай и провести время на траве, при этом поиграть в настольные игры, запустить воздушного змея и порисовать. Спортивной составляющей праздника станет зарядка «Семейный фитнес на траве». Семьи с детьми смогут весело и с пользой провести время, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Дорогие жители и гости города, мы приглашаем вас на праздник «Ромашкового счастья» в рамках Дня «Семьи, любви и верности», которое состоится 8 июля 2019 года с 18 часов в Котловском Двинопарке. В столице Поморья завершился региональный конкурс красоты «Мисс Архангельск». Традиционно выступать в финале областного фестиваля получает право победительница муниципального этапа. В этом году королевой красоты в Котлосе стала 18-летняя Кристина Леонтьева. Но девушка сдавала ЕГЭ и поехать в Архангельск не смогла. Вместо нее право представить наш город на региональном бьюти-состязании получила 17-летняя Софья Егорова, первая вице-мисс Котлос 2019. На днях девушка вернулась домой и поделилась впечатлениями о шоу. Предлагаем посмотреть это интервью. Далее вас ждет небольшой блог полезной потребительской информации, прогноз погоды и афиша культурных мероприятий. Приятного вам просмотра. Увидимся. Соня, здравствуй. Здравствуйте. Поздравляю тебя с удачным, на мой взгляд, выступлением на конкурсе «Мисс Архангельск». Ты получила номинацию «Мисс Романтика». Довольна результатом? Конечно, своим результатом я довольна. Но после того, как шоу уже закончилось, я посмотрела финал и, думаю, могла бы немного получше. Конкурс «Мисс Архангельск» проходил в столице в 22-й раз. А вот перед тем, как поехать туда, ты как-то отслеживала историю, изучала какие-то нюансы? До приезда в Архангельск я не изучала историю этого конкурса, но когда я приехала, я решила посмотреть финал 2018 года и 2017. Мне очень понравилось. Ты поехала на областной конкурс вместо Кристины Леонтьевой, потому что она как раз сдавала выпускные экзамены и не смогла поехать. Ты ответственность чувствовала, все-таки за тебя болело весь город. Конечно, я чувствовала ответственность, я очень переживала. Но спасибо большое моим родным, которые меня поддерживали и всем, кто за меня голосовал. Эта поддержка очень важна для меня. Ты участвовала только в одном конкурсе красоты. А вот другие девушки, которые на «Мисс Архангельск» тоже выступали, у них до этого уже были победы. В том числе и на конкурсе «Мисс Архангельск» прошлых лет. Скажи, тебе трудно было с ними состязаться? Мне с ними было немного трудновато, потому что они были старше меня, они были намного опытнее меня. Они знали уже все нюансы этого конкурса, как надо себя вести, что нужно показывать. Я, конечно же, волновалась, думала, как же мне быть с ними наравне. Я думаю, что получилось. Прикладывала все усилия для этого. Слушай, а вот кто там из девчонок были в прошлых «Мисс Архангельск» участвовали, в прошлых конкурсах? Из того года пришла вице-мисс, вторая Светлана Ксенофонтова и девушка, которая вошла в десятку, Маякова. Ну, действительно, если вице-мисс прошлого года, то есть тяжеловато, наверное, да? Вот была конкуренция была большая. Но я не знаю, думаю, что да, ей было сложно, потому что она попала только в десятку, в пятерку она не прошла, но по общению, как человек, она мне очень понравилась. Соня, расскажи, как проходила подготовка к конкурсу? Вот какой у тебя был распорядок дня? Ты на диете, может быть, сидела там или больше спорту уделяла внимание? Больше репетиции у нас проходили в основном во второй половине дня, с пяти часов вечера до десяти. Они длились сначала через день, а после шоу Талантов они шли уже каждый день и допоздна. Первую половину дня я могла посвятить себе, сходить в спортзал, нам предоставили его на месяц бесплатно. Также я бегала, старалась бегать по утрам, и на диетах я не сидела, я старалась придерживаться правильного питания, но ограничила себя в сладком и в мучных изделиях. Ну вот вообще, я знаю, что ты за фигурой стала следить просто очень серьезно, когда на мисс Котлас попала, да? Вот когда кастинг прошла, вот насколько ты похудела? Можешь открыть секрет? Ну, наверное, на килограмм шесть. Вот так. Почему вы начинали вот в пять часов именно репетировать? И как проходили ваши репетиции? Ну, сначала репетиции у нас начинали с шести, так как не все девочки успевали, потому что некоторые работали, учились, а потом их принесли с пяти вечера, чтобы было больше времени, так как нам надо было поставить очень много номеров, как танцевальных, так и просто проходки, поэтому сделали время, увеличили. Что тебе больше всего запомнилось на конкурсе? Может быть, какие-то смешные моменты были? Может быть, наоборот, такие не очень? Как таковых моментов не было, но мне очень нравилось, что мы в начале репетиции вставали в круг и рассказывали, что хорошего произошло за то время, пока мы с девочками не виделись. Вот. А в конце репетиции мы кричали кричалку, которую придумали все вместе. А что вы кричали? Мы кричали «Шаг вправо, шаг вперед! Красота наш мир спасет!» и делали три приседания. Шаг вправо, шаг вперед! Красота наш мир спасет! Раз, два, три! А вообще, как складывались твои отношения с девушками? Вообще, мы с девочками общались, общаемся до сих пор. И в этом году как-то так получилось, что каждый общался группами. То есть мы разделились по несколько человек, и кто с кем знаком, с тем и общался. Вот. Я общалась с девочками со своими ровесницами, так скажем. Вообще, дружная обстановка была? Не сказать, что супер дружная, но мы с девочками старались без конфликтов. И были, конечно, там свои заморочки, но без серьезных конфликтов. Ну, наверное, те, которые постарше, которые уже бывалые, скажем так, они так давлили над вами. Бывало, да. На что они говорили? Вот как они себя вели? Ну, они как-то строили нас, бывало, что давайте начнем репетицию, давайте сделаем то, девочки, давайте соберемся, или что-то вот в этом роде. То есть уже с профессиональной точки зрения, да? Да, потому что они участвовали в прошлых годах на этом конкурсе. И поэтому вы прислушивались? Конечно. А так вот жестко, как бы, жесткого ничего не было? Нет, такого не было. У вас было несколько фотосессий. Вот одна была в стиле Ренессанс. Вот, насколько я знаю, вы там прям пили молоко, колу, ели пирожные, гамбургеры, картошку фри. А еще одна фотосессия, вот я видела у тебя на странице фотографию, вся в блестках, очень красивая, такая золотая прям, Соня Егорова. Расскажи об этом опыте, вообще интересно было сниматься? Конечно, эти фотосессии мне очень понравились. Первая фотосессия прошла в блестках. Мы были в купальниках, и все тело было посыпано блестками. А как блестки наносили? Мы намазывали маслом, а потом нас обсыпали золотыми и серебряными блестками. Они были везде, в волосах, на лице, вообще везде. Вот, эту фотосессию мы провели на первой неделе, чтобы фотографии смогли напечатать в буклете. И нам не показывали снимки, чтобы для нас это был сюрприз, нам их только показали уже в буклете. И мы все очень удивились, насколько классная была фотосессия. Действительно очень красивая фотосессия. Вот я посмотрела всех девчонок, прям золотые такие дивы. Вторая фотосессия, где вы были а-ля Мадам де Пампадур. Это была совершенно спонтанная фотосессия. Нам о ней сказали только за два дня, когда мы все с девочками пошли в театр мерить платье. Нам говорят, давайте пройдем фотосессию. Мы такие, давайте. Она была необычная. Мы сначала были все серьезные, вошли в роль таких девушек эпохи Ренессанса. Но потом нам сказали, что у нас будет фотосессия с едой. И мы все очень обрадовались, потому что эта фотосессия проходила после шоу Талантов. Мы были все очень голодные. Мы там сидели, ждали, пока каждая группа девушек отфотографируется. И нам очень понравилось. В париках, вот в этих платьях с едой у каждой группы была разная еда. У нас были пончики с девочками, мы были такие цветные дамы. Нам очень понравилось. А не жарко было в париках? В париках нет. Они были с нейтипона. А вообще вот долго длились эти фотосессии? Вот сколько, допустим, вот чтобы встать такой золотой в блестках, вот сколько времени потребовалось, чтобы на тебя на одну нанести? Наверное, полтора часа. С макияжем, с прической и полностью с фотосессией. То есть это на тебя одну полтора часа? Да, а нас 20. А фотографы, вот вообще с ними работать понравилось? То есть профессионально они вам говорили, как встать, как сесть? Конечно, фотограф просто был профессионал своего дела. Оксана Волик очень мне понравилась. Она помогала мне с позами. Также она нас красила. Вот ей большое спасибо за это. Соня, вот ты как раз упомянула шоу талантов, да? Вот ты с каким номером там выступала? Чем удивляла жюри? Я выступала с театром НОК. Я посмотрела идею у Карины Беляловой, как она показывала свой номер на кастинге Мисс Котлас. Также я поискала в интернете и наткнулась на видео на зарубежном ютубе «Х-фактор». Вот там тоже девушка представляла номер с ногами. И мне очень понравилась эта идея. Мне помогли шить костюмы, помогли обрезать песню. И я представляла жюри свой номер под названием «112 сантиметров красоты». Это твои ноги? Да. Ну здорово. Карине, спасибо за идею, да? Да, спасибо большое, Карине Беляловой. Жюри ты вообще удивила этим номером? Да, жюри. Мне хореограф потом сказала, что ей очень понравилось. Очень получилось смешно. На это я и рассчитывала, чтобы повеселить. Вот. И всем очень понравилось. Было неожиданно. А ты это место какое-то заняла? Это как шоу талантов или там без мест? Просто вот показали и показали там? Но за это присудили девушкам номинации. Девушка, которая получила номинацию «Мисс Талант», она показывала выступление русского народного танца. Вот. Она занимается этими танцами и у нее очень красиво получилось. У вас было еще голосование. Да, вот как тебя поддерживали котлашане, в том числе бывшие соперницы по «Мисс Котлас 2019»? Конечно. Девочки меня активно поддерживали. Поддерживали меня активно мои родственники, знакомые. Я им за это очень благодарна. Спасибо всем. И также все средства, которые мы получили с СМС-голосования, пошли на лечение девочки в Архангельске. Считаю, это правильно. Мы с ней встречались. Она очень хорошая. Мы с ней пообщались. И она даже приходила к нам на финал. Она очень классная. Ну вот вспомни, финал конкурса. Ты ждешь своего выхода на сцену. Какие чувства ты испытываешь? И как ты, если волнуешься, как ты сдерживаешь волнение? Как ты с ним справляешься? Я, безусловно, волновалась. У меня дрожали руки и ноги. Но девочки говорили, давайте выдохнем и покажем это шоу. Также я собрала всю свою силу в кулак и выдохнула. Просто я поняла, что надо просто выступить. И все. Ну а в зале тебя поддерживали твои родные? Конечно. Ко мне приехала мама на неделю. Она была на шоу талантов. И на самом финальном шоу также меня поддерживала знакомая, у которой я остановилась. Спасибо ей большое. И вообще, которые знакомые в Архангельске меня тоже очень поддерживали. Они пришли на финал и были потом со мной. Спасибо им огромное. В финале был традиционный набор выходов в купальниках, в вечерних платьях. А вот какой тебе больше всего выход запомнился? Больше всего мне запомнился выход, наверное, самый первый. Потому что там мы показывали позы вначале в платьях, которые нам предоставил драмтеатр. Вот. И в париках. А потом за маленький промежуток времени мы должны были быстро переодеться, снять парики и быть уже в других платьях. Вот больше всего мне запомнилось именно это. То есть выход тоже вот в стиле ренессанса, да? В париках? Да. Вообще в этом году шоу было посвящено году театра. Поэтому вот такой выход у нас был. Я посмотрела, у всех девушек были потрясающие наряды, платья. Вам предоставляли одежду? Конечно. Одежду нам предоставляли. Как купальники, платья на последний выход на награждение нам предоставляла Наталья Эль. У нее просто шикарные платья. Мне они безумно понравились. Вот. И также все платья для выступления девушек в десятке. Они были в комбинезонах. Это все предоставлялось. Когда называли имена, вот кто в десятку вошел, ты вот, когда не услышала свое имя, очень расстроилась? Ну, первые пять минут мне было, конечно же, обидно. Я написала сразу же маме, что, мам, я не вошла. Написала тетя. Но потом меня отпустило, потому что я не волновалась. Я поняла, что, ну, не исправить уже ничего. Но я очень довольна своей номинацией. Ну, слушай, ты вот была, наверное, самая высокая девушка. Вот мы посмотрели по фотографиям. Да, я была на втором месте, так скажем. Потому что первая девушка, ей было 16 лет. И у нее был рост метр восемьдесят два. А у меня метр восемьдесят. Ну и как тебе среди вот более... Нормально. Ну, я не чувствовала себя как-то слишком высокой. Мне было комфортно. Я могла ходить гордо. А ты чувствовала себя королевой, когда вот ты шла на конкурсе, на финале? Думаю, да. Было такое ощущение. Но там был такой подиум, что нельзя было как-то волноваться, потому что можно было упасть. Он был под наклоном немного, шел вверх, и поэтому было очень сложно по нему идти. Не такой, как в Котласе? Нет. Он был подлиннее, побольше, и он был в горку. Поэтому было очень сложно. На каблуках особенно. Ну, а теперь о подарках. Вот призы были достойные. Победительница Дарья Захарова получила автомобиль. А тебе что подарили? Нам подарили по телефону последней модели. У каждой девушки был айфон десятый. Нам подарили. Также нам подарили сертификат в магазин на десять тысяч и годовой абонемент. Но так как я не местная, я им воспользоваться не могу. А подарки, я считаю, были очень достойные. Мне они безумно понравились. Годовой абонемент в тренажерный зал, наверное, да? Соня, а вот для тебя была важна победа или достаточно просто участия в конкурсе? Для меня был важен тот опыт, который я получу. Во-первых, я ехала, наверное, за тем, чтобы как-то улучшить себя. Потому что я жила целый месяц одна, и на мне лежала ответственность. И я все-таки ехала за знаниями, которые я бы смогла получить на этом конкурсе. Я их получила. А себя улучшила? Конечно. В чем это выразилось? Наверное, я стала более самостоятельной, уверенной в себе. А вот какой опыт ты для себя приобрела? Не задумывалась о карьере модели или фотомодели? Пока я не задумывалась об этом, потому что у меня будут экзамены. У меня последний год в школе остался. И есть еще, конечно, над чем поработать, чтобы идти дальше в эту сферу моделей и фотомоделей. Поэтому я, наверное, для начала поработаю над собой еще, а потом уже, может быть, пойду куда-нибудь. В какое-нибудь агентство. А Николай Терехин там к тебе не подходил? Нет, к сожалению, ко мне он не подходил. Но я разговаривала с ним на собеседовании, и он спрашивал про модельное агентство Art & Fashion, которое было партнером на Miss Kotlas. И так как Арина Горбунова подарила мне сертификат, я думаю, я посещу ее. Соня, а какой бы ты совет дала девушкам, которые хотят поучаствовать в конкурсе? Вообще стоит начинать? Вот даже про Miss Kotlas даже скажем. Наверное, я думаю, что девушка должна быть все-таки старше 18 лет, потому что туда нужно идти осознанно. И я думаю, нужно как-то быть раскрепощенной на этом конкурсе, чувствовать себя уверенно, не бояться ничего, иметь харизму, может быть, быть как-то более артистичной. Но над собой же можно работать. Конечно, я тоже стараюсь над собой работать. Соня, спасибо тебе за интервью. Спасибо большое вам. Удачи тебе во всем. Спасибо. Котлашан и гостей города ждут на Михейковской ярмарке. Она развернется на территории Лиминского дома культуры в воскресенье 7 июля с 10 утра до 9 часов вечера. В этот день Лиминда будет отмечать День микрорайона и День работников морского и речного флота. Запланировано множество праздничных мероприятий. Приходите и все увидите сами. В сети шикарные двери акция. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Не пропустите глобальную распродажу. Скидки до 40%. Шикарные двери в Котласе на Толстого 2, Маяковского 44, в ТЦ Южной и в Коряжме на Дыбцина 2. Открывайте с любовью. Здравствуйте. С вами Наталья Гурева. И я расскажу вам о погоде на ближайшие три дня. Спонсор нашего метеовыпуска – мебельный салон «Добрый день». Изготовление мебели для любого пространства вашего дома по индивидуальным размерам. Разработаем, изготовим, установим. Салон «Добрый день». Корпусная и мягкая мебель, кухни, прихожие и детские. Все сделаем по вашим размерам. Бесплатный проект в 3D, качественная фурнитура и материалы, грамотные консультации. Большие скидки на выставочные образцы. А при заказе скидки от 10%. Рассрочка от магазина, кредит. Добрый день. Ваша идея – наша работа. Котлас, Невского, 38. Торговый центр «Невский», второй этаж. Суббота 6 июля в Котласе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. В воскресенье 7 июля нас ждет пасмурная погода. Во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление значительно ниже нормы. Первая рабочая неделя, понедельник, 8 июля, будет облачным. Ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Сохранится низкое атмосферное давление. А у меня на этом все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты. Рождение детей, первый шаг, первый лепет. Мечты о хорошем, волнение, трепет. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Приглашаем вас 8 июля в 18.00 в Двина-парк на праздник для всей семьи «Ромашковое счастье». Вас ждет семейный хоровод, различные мастер-классы, пикник на свежем воздухе для всей семьи. И много-много всего интересного. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастлива жить одному невозможно. Первое воскресенье июля речники готовятся отметить свой профессиональный праздник – День работников морского речного флота. Всех гостей и жителей Ленинды и Котласа приглашаем 7 июля на площадь Ленинского дома культуры. Праздничный корабль готовится к отплытию. Под парусами песен, танцев и сюрпризов совершим удивительное путешествие. Гавани, где царят радость и веселье. Маршрут путешествия уже известен. Приглашаем на концертно-игровую программу «Покорители волн». Все желающие могут стать участниками интерактивных площадок «Большая рыбалка». Порадует своей игрой старейший коллектив Лиминского дома культуры «Духовой оркестр». В концертной программе «Лиминда в сердце моем» примут участие одни из самых ярких творческих коллективов города Котласа, Лиминды и Вычегодского. Клуб «В нашу гавань заходили корабли» представит свою праздничную программу. Под любимые зажигательные хиты потанцуем с Галиной Сырниковой. Насладимся чарующими волшебными звуками саксофона Алексея Ковкова. Группа «Виатон» подарит хорошие песни для отличного настроения. Дискотека на танцевальной волне зарядит бодростью и положительной энергией. Друзья, лучший отдых от повседневных забот. Праздничная Лиминская гавань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, 6 июля не уезжайте на дачу, ждем всех на мотокросхе. Друзья, 6 июля не уезжайте.